добрый день вернее добрый вечер ждем когда вы подключитесь сегодня включилась в эфир чуть чуть позже чем обычно всем всех приветствую на своем канале здесь мы говорим с вами о науке осознанного творения о созидании о том как перепрошить свое подсознание о том как хакнуть свою систему потому что люди считают что перемены в их жизни невозможны то есть они считают часто люди говорят ну а что я могу сделать я вот такой вот таким меня сделали родители как вы вы тоже так относитесь себе вот я такой и перемены невозможны и невозможно изменить своей жизни ничего вот те кто уже давно с нами вы уже поняли что возможно изменить все возможно все 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 переменить изменить и сделать жизнь что называется прямом смысле слова как сказку чтобы она сильно напоминала сказку вы знаете сегодня одна женщина мне задала вопрос вот чтобы вы сказали той себе 20-летний а вот и я ей ответил на этот вопрос себе бы 20-летний я в первую очередь бы сказала найди инструменты которыми я владею сейчас свои 20 лет и и у тебя бы не было не будет не не вложить вот таких то что когда ты находишь инструменты работа над собой когда ты понимаешь эти инструменты добрый вечер александра напишите с каких вы городов напишите пожалуйста с каких вы городов гомель с каких стран с каких городов вы первый раз смотрите или уже давно наблюдаете а вот потому что как только мы поймем что мы способны влиять на все и способны все изменить своей жизни вот все что не нравится потому что многие из вас каким образом начали искать таких специалистов как я потому что есть где-то неудовлетворенность своей жизнью то ли в личной жизни то ли с детьми то ли еще что вот не удовлетворенность это уже давно наблюдаю за вами доброго вечера наталья не утворенность это шикарный инструмент вот не утворенность чем быстрее вы будете не удовлетворены тем что с вами происходит тем быстрее вы выйдете в раскрытие при это самое как приобрести опору дайте совет пожалуйста то есть в первую очередь важно понять что опора это единственная опора в этой жизни это я особенно в наше время сегодняшнее люди ищут опору в новостях они думают что если они что-то новенькое узнают тогда у них будет опора кто-то думает что опора там их муж кто-то думает опора их мама кто-то думает опора вот цене работала с одной женщиной у нее опора брат а вот причем они уже но хорошо за 50 обоим да вот и как только брат напивается у нее опора падает и у нее наступает полное полное ощущение обесточивание в жизни и вот мы ее выбор опереться на брата перевели на опору на себя и так как приобрести опору для того чтобы ее приобрести сначала надо понять а что для вас есть опора давайте что есть опора вот ой какое у меня сердечко классное что такое опора как всегда образ смотрим сначала смотрим образ вот нам дали сегодня тон я как раз еще думаю по поводу чего бы нам с вами проработать потому что по большому счету сегодня скорее всего будет последний стрим может быть я проведу может быть воскресенье потому что мне предстоит очень длинная поездка вот воскресенье я уже уезжаю и у меня такое турне будет по европе по востоку не знаю насколько но я думаю что тоже на достаточно длительный период так как у нас будет очень большая разница по-моему насколько я помню 7 или 8 часов разница с европейским временем поэтому пока я приеду пока я там выстрою какой-то график пока я пойму что как зачем галина дякую что познакомилась работой к эти баре напишите а что вы осознали вот вы смотрели этот фильм работа наверняка на переворот еще называется документальный фильм работа или переворот вот напишите что для вас вот там было ценное что для вас было очень важным там пока вы пишете давайте про внутреннюю опору и так внутренняя опора прямо видим образ можете поделиться пока трансляции и обязательно лайки и так смотрим опора вот внутренняя опора прямо даем акцент у меня есть внутренняя опора как всегда глазами смотрим вперед а внутренними глазами созерцаем внутренний мир потому что подсознание она работает на образах так прямо смотрим внутренняя опора образ для того чтобы хорошо видеть сразу себе говоришь собаку видишь прямо говоришь собака и смотришь как подсознание дает мне этот образ вот как он как будто как всплывает или как ниоткуда появляется собака какая сразу себе задаете рыжая белая черная маленькая большая моя может быть чужая и прямо вот запоминать и вот так подсознание со мной разговаривает теперь то же самое себе говоришь розов при прям увидеть розу и опять тебе его прямо отмечать вот так подсознание видит подсознательные образы наша задача созерцать прямо скажите созерцать мы не придумываем образы мы не пытаемся их визуализировать мы не пытаемся что-то такое мы просто разрешаем этому образу всплыть вот еще я часто говорю не умничай ты видишь то что еще многие люди начинают умственно умничать может я не так вижу может быть неправильно вижу вот то есть мы сейчас играем с вами в игру это такая игра просто вот мы образы смотрим и так внутренняя опора какой образ возникает собаку увидели разбросили эту карту розу увидели разбросили не знаю там давайте радуга раз сбросили наша задача вот эти образы легко очень созерцать очень быстро созерцать почему потому что подсознание вот вы часто мне пишите в директор как молиться и я всегда говорю начинает надо созерцание конечно же а вот и вот сейчас мы созерцаем с вами то есть внутренними глазами у кого получилось собаку увидеть поставьте плюсики созерцать собаку а переворот в конце это что-то потрясающее и верное так а так оно есть а вот приходите ко мне на сессии я очень хорошо владею работой так плюсики собаку увидели раз сбросили вот прямо раз сбросили теперь то же самое роза вы можете просто розу видеть можете увидеть что вы наклоняетесь нюхайте ее прямо смотрите образ розы роза тоже раз сбросили следующий образ внутренняя опора вот точно даже как собака всплыла роза всплыла радуга всплыла а еще что-то образ желтая ну за скорее всего желтая роза все вот эти образы которые я даю для это только для того чтобы вы запомнили как ваше подсознание с вами разговаривает каким образом она выдает вам образы как всплывают эти образы вот у меня как будто раз оно всплыло почему я говорю всплывает но это мое у вас может быть знаете как вспышка у кого-то как пустота и вы всматриваетесь в пустоту при этом очень важно не напрягаться при этом очень важно вот не находиться в состоянии напряжения мы играем с вами теперь внутренняя опора какой у кого образ опоры дерева кора твердая да и прямо задаем вопрос а что меня смущает если я обопрос на внутреннюю опору вот если я выберу опираться только на внутреннюю опору на самом деле этих опор 6 то есть первая опора это мое предназначение это мои желания это мои эмоции это моя индивидуальность это мое уединение до внутренняя опора вот я увидела опору вот когда мост делают и вот он опирается добрый вечер вот он опирается на вот эту опору и теперь задаем вопрос а что меня смущает если я решу выбру опереться на себя потому что многие из нас опираются на родителей на культуру на традиции на какие-то мировоззрения на каких-то подружек на многие там в более взрослом возрасте начинают опираться на детей они говорят но у ребенок же должен за мной досмотреть он же никуда не денется и начинает опираться на детей дети от этого родителя стараются сбежать почему потому что он никому ничего не должен вот скажите а у вас есть такое ощущение что дети должны досматривать за вами вот у кого приблизительно такая же установка есть и так внутренняя опора смотрю что меня смущает если для меня опора будет только я вот я опираюсь на себя и во мне достаточно силы чтобы на эту внутреннюю опору опереться это прямо видим я отперлась на опору нет ничего не смущает нет дети мне ничего не должны согласно полностью я тоже себе сказала если я сценарист то есть я беру ответственность за свою жизнь я сценарист я пишу сценарий своей жизни значит а чё-то я вдруг решила что дети за мной будут досматривать а кто старости вас поддержит а кто он сказал что я стареть собираюсь я мало молодею наоборот я запускаю сейчас процесс в себе не тления мы же тратим свою жизнь на детей а зачем вы их на них тратили а вы что их родили для того чтобы тратить свою жизнь а что если вы детей не рожали для того чтобы тратить на них жизнь а что если вы их привели в эту жизнь не для того чтобы потом им дать знаете такой должок должок теперь ты мне должен вот поэтому это наша ответственность уже вот в этом возрасте заботиться о том чтобы до последнего до последнего пока мне не надоест эта жизнь чтобы я сознательно уходила отсюда если бы я не тратил свою жизнь на сына он бы не выжил без меня но у меня трое детей я не считаю что я тратила свою жизнь то есть у меня такой установки нету я наоборот считаю я настолько счастливый человек замечательный человек что у меня трое что меня выбрала три души я постоянно своим детям любую боже какая счастливая мама я родила потому что я так захотела я очень люблю и да и когда я слышу эту фразу тратила свою жизнь а кто вас заставлял тратить жизнь я это дело с такой любовью с такой заботой каждый ребенок для меня это было просто ну вот удовольствие просто радость знаете еще когда первый ты я родила 1 21 год и еще там какой сценарий у моей мамы 75 лет с деменцией какая ответственность за себя но она такую же выбрала у нее есть важные подсознательные причины жить с деменцией она выбрала такой деменция это отсутствие разума это отсутствие то есть она выбрала потерять свой разум и у нее были важные подсознательные причины поэтому какая ответственность вот такая ответственность что она из тех кто как раз и решила то они же дети они за меня будут теперь заботиться то есть это безответственная мама которая не позаботилась о том чтобы не детям бросить ее не знаю тут надо проработать надо идти в подсознание смотреть что в подсознании вопрос я не говорю о том что бросить потому что внутри вас есть ответы на все все вопросы и решение конечно же стоит за вами а вот я бы ну я немножко по-другому поступила ну но это я поступила вы конечно решать вам но наша задача идти из того что внутри нас и так и возвращаемся к внутренней опоре вот и и когда я смотрю у меня есть внутренний опору вот я опираюсь на эту внутреннюю опору в этом мире есть я и только я и я опираюсь на себя на свои способности на свои права на свои возможности и я выбираю сама о себе заботиться я полноценная и я выбираю заботиться о себе допас ну доп это не то что до последнего а пока вот я для себя решила я буду здесь на этой земле вот пока мне интересно в юности я играла с такие игры мне было лет на 15 16 тогда очень много книг на найти мы начали появляться в те времена сейчас не помню какая книга мне попалась ночью короче там суть была того что ты можешь остановить себе сердце и мы играли в студенческие годы играли что кто сердце себе остановит и вот я помню хорошо как нам специально надо дышать и становить сердце вот я себе сказала как только мне надоест здесь жить я просто я уже знаю как это сделать я остановлю сердце и просто покину эту оболочку а вот но пока мне жизнь очень интересно мне здорово и все остальное поэтому я точно знаю что как только если я начну становиться кому-то нагрузкой но точно не хочу быть ни для кого обузой мои дети нет не должны не обязаны свою жизнь ложить на то чтобы если это если в сознании будете подождите стоп мы говорим о сценарии о том что я несу ответственность несу ответственность за свое психическое физическое здоровье если душа мне колет мне к с елка там сзади подкалывает для этого мы как раз и занимаемся наукой осознанного творения как раз таки это наша непосредственная задача работать это основная цель ради чего мы на земле здесь это основная цель для чего мы здесь как раз для того чтобы творить созидать создавать мы не жертвы старости мы не жертвы болезни кто считает вообще себя жертвой болезни скажите пожалуйста кто считает что болезни но люди говорят ну я уже старый я почему вот послушайте мне мне 60 лет да я почему очень много инвестирую свою психику очень много инвестирую свою физику очень много инвестирую там свое лицо там здоровье там массажи там то то потому что я понимаю что я уже на захожусь условно говоря в зоне кризиса поэтому сейчас ну как бы время работать не на меня то есть 20 лет мы думаем все жить впереди 40 лет мы думаем ну так уже 50 лет мы уже начинаем задумываться аж вообще мы оставим этой земле и куда идет наша жизнь 60 лет немножечко у тебя по-другому начинает мозги работать ты понимаешь что если ты не возьмешь свою жизнь в свои руки то за тебя это никто не сделает если ты инвестируешь себя то ты инвестирую себя почему я занимаюсь клеточным питанием почему я там нутрициологов назначаю там диетологами работаю супервизоров себе назначаю да учусь постоянно именно с тем чтобы осознать и понять свою ответственность себя как человека сценариста своей жизни поэтому я вас и приглашаю в этот же путь то есть вам не надо ничего изобретать велосипед давно давно уже изобретен поэтому нам надо только сесть на велосипед и поехать не надо ничего изобретать все уже изобретено мы знаете все время думаем я сейчас изобрету какой-то велосипед да он уже давно изобретен Только бери и пользуйся, только бери и делай. Второй вопрос, как я говорю, ты можешь знать, но не уметь. А вот умение, практика, она достигается именно когда мы работаем. Люди нанимают, вот у меня есть клиента, с которыми я работаю 10 лет уже, у меня есть клиент, с которым я работаю 17 лет. Не потому что мы 17 лет решаем его проблему. Вот с мужчиной, который я работаю 17 лет, мы когда-то начали работать с ним, он был обыкновенным менеджером в компании, получал 100 долларов, был не уверен в себе, женщинам ее не клеилось, не мог ни с кем строить отношения. За 17 лет он стал сегодня очень крупным руководителем крупнейшей, огромной бизнес-структуры. На него работает сейчас 120 человек. Он женат, у него прекрасная женщина, мы с женой его работаем, и уже старшие сейчас начинают ко мне приходить. То есть мы идем так, вот закрепили результаты, пошли дальше, закрепили результаты, пошли дальше, закрепили результаты, пошли дальше, закрепили. И вот он от человека, который еле-еле влачил жалкое существование на 100 долларов, и не мог познакомиться ни с одной женщиной, потому что внутри самооценка была просто ниже Плинтуса. Сегодня он стал руководителем, крупнейшим руководителем. Он ездит по всему миру, знает четыре языка, на него работают люди, и он работодатель, и он даёт работу, и всё. То есть он видит, вот кем он был, и вот благодаря тем инструментам. И он не гнушается. Вот люди говорят, я поработала с тобой два занятия, и с меня хватит. А он не гнушается, потому что он видит. Спасибо за подарочки, спасибо большое. Вы можете ещё раз мне подарить розочки, спасибо вам большое. Ещё раз спасибо, ещё раз спасибо. Обнимаю вас, дорогие, спасибо, что вы мне дарите подарочки. То есть поймите, и мы идём вот так. Мы масштабируем, масштабируем, масштабируем. То есть сначала мы масштабируем ту тему, которая для человека важна. Ну, например, деньги, потом масштабируем бизнес, потом мы масштабируем, прорабатываем самооценку. Он там встречается с девушкой, у них завязываются отношения, потом мы масштабируем их отношения, потом у них рождается. Вы умничка, полностью с вами согласна. Мудро говорите. Ну да, 40 лет опыта. Что называется, опыт не пропьешь. Поэтому это инвестиция в себя, это работа в себя. Знаете, ничего из ничего не получается, когда человек мне говорит, тебе просто повезло. Как-нибудь я вообще достану свои фотографии 20-летней давности. Даже далеко, наверное, 10-летней давности. Вы офигеете. Я сама офигеваю, когда я смотрю фотографии 10-летней давности. Там я старее, вот там я тетка такая, знаете, вот тетка. Тетка. И когда я смотрю на сегодняшнюю себя, я понимаю, что это два разных человека. Это совершенно два разных человека. Я очень часто рассказываю эту ситуацию. Вы знаете, когда у кого какое-то горе происходит, и горе их ломает. А для меня, горе в моей жизни, оно стало для меня вызовом. То есть оно меня вызвало на новый ринг, и я начала понимать, что любой минус, я не готова сломаться, я не выбираю сломаться. То есть мне многие пишут, вам просто повезло, вы просто этого не переживаете. Я часто им пишу. Я говорю, откуда вы знаете, что я переживаю, что я не переживаю? Откуда вы знаете мою историю жизни? Кто за мной давно наблюдает, вы слышали об этом, что у меня трагически погиб муж. Мы жили душа в душу. Мы были как одно целое. Мы 24 на 7 были вместе. Я остаюсь одна с тремя детьми, подростками, все учатся. У меня остается куча долгов. Мы только-только купили дом и выгнали коробку. И вот в таком состоянии я остаюсь. И вот представьте, за полгода я выхожу на тот же уровень финансов, на котором мы были. Кто-то ломается, кто-то сидит и грызет сопли. А мне некогда было грызть сопли. Я всегда говорила, мне некогда грызть сопли, мне некогда плакать, мне некогда горевать. У меня ответственность за троих детей. Понимаете? У меня ответственность за троих детей. Поэтому я собрала детей и сказала, вот мы привыкли к этому уровню жизни, мы так и поддержим его. Доверьтесь мне. Ни один из вас не уйдет из тех заведений, в которых все платные заведения, все дорогие заведения. Потому что папа взял ответственность за каждого из детей. И я их... Вот сегодня мои дети уже взрослые. И я горжусь этим. Я горжусь, что я выбрала не сломаться. Я горжусь, что я выбрала молодеть. Я горжусь, что я разрешила себе жить. Я разрешила себе снова быть счастливой. Я разрешила себе снова строить отношения. Я разрешила себе... Да, это уже не те отношения, которые были там, потому что там мы собирались с детьми. Да, там мы воспитывали детей. Там... Вот. Это уже другие отношения. Но это более зрелые отношения, которые были предыдущие. Сегодня... Ну, моя жизнь, если бы мне кто-то сказал там... Там... 20-летней давности, я же говорю, я как-нибудь возьму и фотографию покажу. Это два разных человека. Совершенно два разных человека. Потому что то, что я сделала с собой, вот этот апгрейд внутренний, вот просто внутренний апгрейд, полностью внутренний апгрейд, это... Это офигеть, то, что произошло. Я очень горжусь этим. Я действительно очень горжусь. Поэтому, когда люди говорят, тебе просто повезло, я говорю, ну, если ты будешь работать столько, сколько я, то тогда да. Если ты считаешь это везением, ну, тогда считай так. Итак, возвращаемся ко внутренним опорам. Что же сделать? Вот что я сделала вот там, когда, что называется, вот все полетело в там, тарарам, да? Одно звено из жизни ушло, и все пошло в там, тарарам. Я оперлась на себя. Я поняла, что раньше я опиралась на мужа, на его способности зарабатывать, на его способности, ну, зарабатывать, заботиться. Вот здесь я сказала, я единственная, кто опора. Мы живем в явном мире, в котором есть проявление любви Бога. Любви почувствуй себя Богом, да. Богом, а значит, творцом, а значит, сценаристом, а значит, я творю реальность. Итак, внутренняя опора. Смотрим вот этот образ. Итак, я задала вопрос, что меня смущает, если я обопрусь на себя? Потому что многие люди опираются на невидимого Бога. Бог где-то там, и люди там где-то там. А я не знаю, что такое опереться на кого-то. Видишь, вот просто с одной стороны это плохо, да, а я тебе скажу, боже, тебе так повезло. Потому что многие люди, они опираются, например, на родителей. И вот родитель умирает, недавно я работала с одной женщиной, ей 47 лет, маме, в общем, вот, и она всю жизнь посвятила маме. Тоже досматривала маму, там смотрела, и там из последних сил тянула, вот, потому что ей было страшно остаться одной. И мама была ее опорой. И вот мама в какой-то момент умирает. И вот она приходит ко мне на терапию, потому что она говорит, я не знаю, что дальше делать. Все, ушла моя опора, на которую я опиралась, и теперь я не знаю, как без опоры жить. Вот это страшно. Потому что если ты делаешь опоры себя, и ты понимаешь, что есть я и я, вот, и если я не сделаю, то это никто не сделает. Я имею в виду не сделает. Сделает, видите, ключевое слово. То никто за меня ничего не сделает. Если я не начну заботиться о своем здоровье, если я не начну инвестировать в свое здоровье, если я не начну ничего делать для того, чтобы здоровье у меня было, то за меня это никто не сделает. Сегодня тоже работала с одной женщиной, Одна женщина выбрала путь работать со мной. Как союз развалился, так и опираюсь на себя. Здорово, замечательно. Во всяком случае, я вам даже так скажу. Если вы научились опираться на себя, даже если у вас отношения появятся, вот, я скажу, когда ты научился опираться на себя, то даже когда есть отношения, ты не уходишь в созависимые отношения. Потому что ты перестаёшь из него делать опору, вы просто вот два созвучных друг друга родственные души, и вы находите общий контакт, ты из него не делаешь идола, он из тебя не делает идола, ты на него не опираешься, он на тебя. Но вы вместе с тем как два таких классных пульсирующих звена работаете, и это такой класс. Я вам скажу, что зрелые отношения, вот, когда ты 20-летний строишь отношения, у тебя там ещё эмоции, у тебя там куча страхов, у тебя там ещё куча претензий, ещё куча вот этих должен, не должен, обязан, не обязан. А когда ты строишь отношения уже в зрелом возрасте, там никаких обязательств, там никаких должен, не должен, там нету детей, там только лишь вы вдвоём. И это такой кайф просто вот, когда у тебя есть родственная душа, вот, и ты с родственной душой живёшь. Это просто потрясающе. Вот, потому что уходят вот эти должнования, истерики, обвинения, кто что должен, кто что не должен. У тебя уже созревает, ты уже более зрелый человек. Итак, когда комары замучили, когда ты понимаешь, что вот ты опираешься на свою внутреннюю опору, и тебе можно опереться на свою внутреннюю опору, что вас смущает? Вот прямо задавайте вопрос, что меня смущает, если я из себя сделаю внутреннюю опору? Во мне достаточно мудрости, во мне достаточно знаний, во мне всего достаточно, чтобы опереться и сделать из своей жизни такую жизнь, чтобы я сказала весьма хорошо, чтобы, смотря на свою жизнь, я сказала, «Боже, какая у меня замечательная жизнь». Скажите, кто бы так хотел, чтобы вот вы через год, предположим, оглянулись и сказали, как здорово, что вот здесь я приняла решение иное, я сделал апгрейд, и как хорошо, что я себе разрешил, или разрешила получить от жизни лучшее, что может быть. Правда, это здорово, я вот сегодня работала с одной женщиной, мы с ней тоже работаем уже около года. Она выбрала работать со мной, то есть она выбрала работать с психологом, а ее сестра, которая на три года старше ее, и тоже очень сильно болеет, она выбрала путь опоры на врачей. То есть та пьет горстями лекарства, а младшая сестра выбрала работать психосоматикой, нутрициологией, вот. И вот за год эта сестра, которая работает со мной, выздоравливает, выздоравливает, и уже взяла путь здоровья, и она полностью уже вот… А эта сестра, которая выбрала врачей, ну, хереет, хереет, стареет, хереет, вот эта сестра, которая хереет и стареет, на днях приехала, вот эта сестра, которая молодеет, расцветает, там все. И она говорит, что ты такое делаешь, что, говорит, тебя время не берет. Она смеется и говорит, а меня время и не берет. Она говорит, но так не бывает. Говорит, я горстями пью лекарства. А что такое пить горстями лекарства? Это убивать себя. Потому что у каждого лекарства есть побочки. Это очень важно понимать. Потому что большинство людей надеются на врачей, на лекарства. Надеются на еще на что-то. И если бы вы не могли бы, скажем так, не имели бы права на это надеяться, вы все-таки надеялись бы на ресурсы своего тела. А ресурс нашего тела, он просто потрясающий. Он просто великолепный. На что способно наше тело? Я не перестаю удивляться и поражаться тому, на что мы способны. Потому что кто-то запускает процесс старения, кто-то запускает процесс омоложения. Итак, внутренняя опора. Что вы чувствуете? Что вы ощущаете? Давайте найдем установки, как всегда. Если я обопрос на себя, то... Сейчас мы найдем некорректные установки. Если я обопрос на внутренние опоры, то... Получается, одна ваша консультация полной картины не отработает. Надо несколько раз к вам приходить. Очень часто один запрос, одна консультация. Не, почему? Бывает, что и одной консультации. Но, конечно, лучше введение, идти в процессы. Знаете, как я всегда говорю. Вот мы наметили какую-то цель. Достигли. Масштабируем. Достигли. Масштабируем. Умные люди. Калина, зачем вы выходите? Комара, все очень просто. Леток скоро закончится. Я так хочу на свежий воздух. Я так люблю это время года. Потому что сейчас уже сентябрь будет. И фикс-2 ты дома посидишь. Опора меня выдержит. Смучает опора на корни дерева. Теперь прямо говорится. Но только я решила. Это ж только мой образ. Это ж только я решила, что это корни дерева. Это ж только я. Но это мой образ. Я вас кусаю, а то я чухой сижу. Моя ты любимая, ты со мной решила в солидарности пойти. А я вообще не знаю, чего я хочу. А зачем я выбираю не знать, чего я хочу? Это ж только мой выбор. А что, если я выберу знать, чего я хочу? Что, если я начну не эмоционально повторять? Я не знаю, чего я хочу. Я не знаю, чего я хочу. Подсознание такое говорит. Ну, она не знает, чего она хочет. Ну, не надо ей давать. А что, если вы выберете? Я знаю, чего я хочу. Я знаю, чего я хочу. Я выбираю знать, чего я хочу. Вот возьмите дня 2 и 3 вот эту фразу просто как мантру повторяется. Я выбираю знать, чего я хочу. Я выбираю знать. Я решаю знать, чего я хочу. Я решаю знать, чего я хочу. Мне можно знать, чего я хочу. И чем чаще вы будете повторять эту фразу, тем больше вам подсознание начнет выдавать очень интересные вещи. Но с этим тоже надо, с этими желаниями проработать, с глубиной проработать ее. А вот вас кузают. Это они кровососики. Они мне лишнюю кровь убирают с меня. Я очень люблю в саду сидеть. Дело в том, что я когда консультирую, вот здесь я не могу сидеть. Мне надо сосредоточиться, сфокусироваться. Поэтому я сижу перед экраном и полностью в фокусе. Потому что представьте, вот мне час... Ой, спасибо за розочки. Мне час надо консультировать человека. Я поэтому держу фокус. И мне ничего не должно отвлекать в этот момент. А сейчас я в таком драйве. Я в таком приколе. У меня сад прекрасный. Я обожаю свой сад. Я очень люблю его. Как будто меня кусают. Не-не-не-не-не. Я тебя. Спасают от моих комаров. Не-не-не. Все в порядке. Все хорошо. Так вот, внутренняя опора. Но это ж только... Да, мне 15. Да, согласна. Не, мне 21. Я сегодня поехала в банк. Мне там надо было карточку международную оформить. И как раз тревога начинается. Я только села к менеджеру. А менеджер говорит, тревога началась. Типа, мы закрываемся. Я говорю, ну так это же хорошо, что тревога начинается. Значит, в зале мы с вами остаемся только вдвоем. И нам никто не мешает. А он такой молодой мужчина, ему лет по 30. Короче, я как-то так пошутила, что он развеселился. Говорит, ну ладно, вдвоем так вдвоем. Я говорю, нам никто не мешает. Говорит, он мне начинает оформлять международную карточку. И у меня очень хорошее настроение, такое хорошее расположение духа. Я продолжаю шутить. Он мне там что-то оформляет, эту карточку. И к чему я эту историю рассказываю. А, и значит, ну оформил всю. Там страховку мне надо было на поездку оформить, карточку оформить. Делал мне все и говорит, ну а теперь идем в бомбоубежище. А я ему говорю, а зачем? А зачем баба убежище? Карточка с деньгами у меня на руках. Страховка у меня на руках. Я говорю, чего вы переживаете? У меня уже есть страховка. В общем, мы посмеялись, посмеялись, посмеялись. И тут приходится оповещение, что тревога закончилась. Я говорю, я же вам говорила, что нам убежище уже не побежать. Итак, ну это ж только я решила, что опора – это корни дерева. А почему я не могу сделать опору своей? А зачем я уезжаю, а вы едете? А куда ты уезжаешь? Я буду в Будапеште, потом буду в Вене. Вот, а потом поеду уже на восток. Я мечтала по Будапешту погулять. И вот моя мечта так. Вернее, как я была в Будапеште, но мне вот хочется еще. Мне очень нравится Будапешт. Проверяется там у меня встреча с интересными людьми очень будет. Кстати, если из моих подписчиков кто-то из Будапешта, можем встретиться. Потому что я там буду целый день. Сутки. Даже не день, а сутки буду. Итак, опора. Смотрим. А, зачем убежище? Выезжайте, он пусть идет. Ну да. Ну да. Ну да. Он потом мне объяснил, что им по должности положено не оставаться, когда тревога в отделении. Почему? Потому что и выгнать всех. Потому что если вдруг ракета прилетит, то несет ответственность они. То есть это их ответственность в убежище отправлять. Итак, опора. Так что вы там видите? Что вы ощущаете? А что если я сделаю какой-то монолит внутренний? Да, вот у меня есть внутренний монолит. А еще лучше, не просто монолит. У меня есть внутренняя библиотека. Вот мой образ внутренней опоры. Библиотека, там все знания. Я в любой момент, любое знание могу иметь доступ к этому знанию. Всегда говорю, мне доступны все знания сразу же и мгновенно. Мне доступна вся сила. Мне доступна вся информация, что мне надо. И я способна справиться с каждым, ну скажем так, вызовом. Хотя я думаю, что все-таки не нам вызовы дают, а мы сами себе вызовы устраиваем. Кому нравится думать, что им вызовы дают? Кому так нравится думать, что кто-то есть, там Бог, который дает им вызовы, который искушение дает, испытания дает. А вот мне все-таки нравится думать о том, что я сама себе даю вызовы и сама же их решаю. Я выбираю чувство достоинства. У меня любовь к мужу проснулась почему-то и тотчас сказала. Здорово, замечательно, видишь. Напишите мне, пожалуйста, как отзыв. Потому что, видите, любовь к мужу проснулась. У кого-то, вот сегодня женщина работала, она говорит, после ваших стримов у меня такая любовь к маме проснулась, какой не было на протяжении последних 20 лет. Вы сделали что-то необыкновенное. Поэтому все эти комментарии очень важны, чтобы вы могли другим рассказывать о том, что творят. Что творят? Говорит, или творю, или вытворяю. Мне самой прикольно. Да-да-да. Мне самой прикольно. Итак, что вы чувствуете с внутренней опоры? Как вы ощущаете? Думала так раньше, так, господи, за что опять? А теперь нет, да. А теперь, боже, спасибо тебе, что ты мне настолько доверяешь, что даешь мне такую силу. Спасибо за розочки. Розочки, 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 розочки. А мы же на мне розочки. И много-много раз. Ну что, будем завершать. Что вам понравилось сегодня? Что вы для себя осознали? Я вроде как шучу с вами, да, там где-то подхихикиваю, шучу. Галинка мне послал. Да-да-да-да-да-да. Послал. Слал-слал. И как послал? Ну, у меня же был запрос. Вы же поймите, что у вас был запрос, я появилась на ваш запрос. А вы появились на мой запрос. Однозначно. Что вы сегодня осознали? Что вы сегодня поняли? Вот какие у вас осмысления приходят по мере того, как мы прорабатываем? Добрый вечер, я, как всегда, ждала стрим. И вот думала, его нету. А он есть. Он уже заканчивается. И вы сможете его уже, Юль, пересмотреть в записи. Все в наших руках. Да, вот все в наших руках. Однозначно. Все в наших руках. Песни, да? Все в твоих руках. От вас столько информации, просто так. Это на стримах. А теперь представьте, сколько трансформаций. Наша задача не просто информацию получать. Наша задача трансформация. Наша задача от знания к опыту идти. Поэтому вы можете реально просто меня отблагодарить. Вот просто отблагодарить, да? Вот. Да, я огонь. Согласна. От таких же слышу. Вот. Это я так, знаете, разогреваюсь сейчас. Вот я разогреваюсь. Я не знаю, что меня ждет после этой поездки, куда я дальше рвану. Но я все-таки же думаю, что я когда-нибудь созрею и сделаю какую-то системную работу, чтобы мы с вами собрались. Скоро отблагодарю. Я соглашаюсь. Я высвобождаю от согласия в этом. Давайте согласимся. Хорошо. Деньги текут рекой. На все наши хотелки. На все, что мы хотим. Все. Видите, уже темнеет. Мой фейс уже не такой. Уже какие-то тени пошли. Где-то на моем лице уже какие-то. Видите, что значит женщина, да? Она смотрит на себя в первую очередь и говорит, Я косивая, и я некосивая. А можно я буду косивой сегодня? И завтра тоже. Все, друзья, давайте. Пока. Пошла я дальше. Продолжение следует.